Пиларс of Eternity С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии. В сегодняшнем выпуске... NVIDIA представила игровой планшет SHIELD. DOOM в этом году больше не покажут. The Last of Us превратят в спектакль. С момента взлома PSN, повлекшего кражу данных 77 миллионов, пользователей минуло больше трех лет, а Sony все продолжает за него расплачиваться. Недавно пострадавшие выдвинули против корпорации коллективный иск, по условиям которого она должна предоставить ИСЦАМ бесплатные игры для PlayStation 3 и PlayStation Portable, PS3 темы и подписки на PlayStation Plus и Music Unlimited, а также виртуальную валюту Station Cash. Все это обойдется Sony в 15 миллионов долларов. Правда, бонусы достанутся только жителям США и не раньше следующего лета. Если вы все еще гадаете, действительно ли Google намеренно отдать на Twitch миллиард долларов, то не будем вас больше томить. Сделка уже состоялась, причем именно на таких условиях. По крайней мере, так утверждают осведомленные источники ресурса VentureBeat. Когда стриминговая платформа перейдет в руки корпорации, как это отразится на YouTube, никто не знает, но поговаривают, что все подробности выяснятся ближе к осени. Стоило посетителям QuakeCon осмотреть долгожданную демку нового Doom'а и решить, что теперь-то его уж точно будут показывать регулярно, как Bethesda огорошила игроков неприятным известием. К публичной демонстрации ID Software все еще не готово, поэтому про игру можно забыть до следующего года. Все это говорит в пользу слухов о творящейся в компании неразберихе. В мае сотрудники жаловались на управленческий беспорядок, трение в команде и творческий кризис. Представленная демо, как они говорили, это все, что успели смастерить разработчики за последние два года. Презентация на QuakeCon должна была убедить общественность, что игра существует и движется к релизу, а остальное неважно. С другой стороны, это может и к лучшему. У разработчиков впереди масса времени, чтобы отполировать ID.Tech 6 и преподнести фанатам шутер старой школы с примесью инновационных механик. Так ли все плохо у ID Software на самом деле мы не знаем, а вот Crytek, похоже, действительно в беде. На фоне слухов о неминуемом банкротстве из немецкой компании продолжают уходить ключевые сотрудники. Ведущему разработчику Homefront The Revolution и продюсеру Crysis 3 Rise Son of Rome недавно присоединился старший графический программист Тиаго Суса. И на что бы вы думали он променял Crytek? Правильно, на ID Software. Под аккомпанемент невеселых напутствий в духе с одного тонущего корабля на другой, Суса переехал в Техас, где будет работать над новым Doom в качестве главного рендер-программиста. Хочется думать, что его огромный опыт работы с CryEngine поможет устроить культовой серии грандиозный перезапуск. Nvidia официально представила второе портативное игровое устройство из серии Shield. Как и предполагалось, это никакая не консоль, а самый обыкновенный компактный планшет с игровыми аксессуарами. Он работает под управлением Android 4.4 и оснащен 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей, а также новейшим чипом Tegra K1 со 192-ядерным видеоускорителем на базе архитектуры Kepler. Shield будет поддерживать Twitch и GeForce Experience для стриминга игр с компьютером, оборудованных видеокартами GeForce GTX, а также онлайн-сервис Grid, который позволит запускать из облачного хранилища такие требовательные к железу игры, как The Witcher 2 и Borderlands 2. В игротеке планшета появится более 400 игр на базе Android, а также Portal, Half-Life 2 и Mount & Blade. Плюс к этому Gaijin Entertainment недавно объявила о намерении выпустить для нового устройства свою военную ММО-игру War Thunder. В России планшет поступит в продажу в сентябре в комплекте со стилусом и предустановленным платформером Trine 2 в двух вариантах. Базовым с 16 гигабайтами памяти за 13 990 рублей и расширенном с 32 гигабайтами памяти и поддержкой LTE за 18 990 рублей, а беспроводной контроллер обойдется в дополнительные 3490 рублей. Продолжаем бесконечную рубрику о переносах релизов. Очередной жертвой корректировок бизнес-плана стал полицейский шутер Battlefield Hardline. После беты на разработчиков посыпались обвинения, дескать, вместо полноценной игры пользователям подсовывают дополнения к четвертой части. Visceral Games поначалу защищала свое творение, но потом, видимо, сломалась под напором претензий и решила, что лучше не рисковать и как следует поработать над игрой, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его качестве. Как результат, премьера сдвинулась на 2015 год. Dragon Age Inquisition тоже не удержалась в установленных релизных рамках, но перенести ее решили не на 2015, а всего лишь на полтора месяца. И теперь европейский релиз ожидается 21 ноября. Причины банальны. Дополнительные шесть недель понадобятся разработчикам на полировку этой масштабной и чрезвычайно сложной, как ее описывают авторы игры. Spec Ops The Line заслуженно называют одной из самых нестандартных игр о войне, но в коммерческом плане шутер, как оказалось, провалился. Затянувшаяся за пять лет разработка потребовала серьезных вложений, которые в итоге себя не оправдали. И теперь Ягер Девелопмент скептически оценивает перспективы превращения игры в серию. Нетривиальный шутер, цитирующий апокалипсис сегодня и заставляющий задуматься о моральной стороне вопроса, интересен немногим, уверен руководитель студии Тима Ульман. Поэтому разработчики решили забыть про серьезные игры о войне и сосредоточиться на проектах более популярных направлений, вроде зомби-боевика Dead Island 2, который они готовят к весеннему релизу. Обновленная версия The Last of Us вот-вот поступит в продажу, и это событие Sony и Naughty Dog решили отметить с размахом. Завтра, 29 июля, в родной для разработчиков Санта-Моники состоится разовый спектакль по мотивам игры, поставленный главой команды Нилом Дракманом при участии продюсера Spike TV и гейм-трейлер с ТВ Джеффа Кейли. Избранные сцены из игры на сцену перенесут актеры, озвучившие персонажей прошлогоднего хита, в том числе Трой Бейкер, подаривший голос Джоэлу, и Эшли Джонсон, оживившая Элли. Все это действо будет сопровождаться музыкой двукратного лауреата премии «Оскар» Густаво Санта-Алайли, который исполнит лучшие композиции из игры. Вокруг постановки поднялся такой ажиотаж, что билеты раскупили в считанные часы. Но это не повод для сожалений. Побывать на спектакле можно и виртуально, а он будет частично транслироваться через Twitch, YouTube и PSN. Начало в 6 утра по Москве, 29 июля. Пока вы спорите о влиянии чудотворного числа 60 на идейное содержание произведения, Naughty Dog твердо решила придержаться этого стандарта во всех своих будущих играх. Выжимать из PlayStation 4 честные 60 кадров в секунду и разрешение Full HD разработчиков научила The Last of Us Remastered. Четвертый Uncharted, как они уверяют, тоже воспользуется мощностями консоли по максимуму, поэтому те, кто на дух не переносит игры с порезанным разрешением и скромной кадровой частотой, могут не беспокоиться. Если вы помните, на прошедшей E3 BioWare обмолвилась о новом проекте, который эдмондское подразделение готовит наряду со следующей частью Mass Effect. Похоже, этот жутковатый тизер имеет к нему прямое отношение. По неосторожности, компания рассекретила название игры Shadow Realms. Что это за человек с дымящейся головой и кому в ролике снится кошмар, придется гадать до самой Gamescom, где прозвучит официальный анонс. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». В четверг платформер Trine стал еще красочнее, владельцы PC-версии бесплатно получили ремейк игры на движке второй части. Тогда же в Steam прибыла приключенческая игра «Guts will be watching» о застрявших на ледяной планете космических разведчиках. Сегодня, в понедельник, на PC выйдет улучшенный вариант головоломки «The Room», уже знакомый поклонникам мобильных игр. «Среда» знаменуется одним из самых примечательных релизов недели. Владельцы PlayStation 4 получат обновленную версию «The Last of Us». В этот же день обладатели консолей Sony получат платформер Rogue Galaxy. Ну и, наконец, пятница порадует любителей классических ролевых игр выходом третьей части Sacred. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда, в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, в которых мы расскажем вам обо всех самых интересных и важных событиях игровой индустрии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok